антоциротовые мхи ну в принципе вот она видно на фотографии в чем заключается основной прикол то есть там есть некое слоевище такое пластинчатое из него торчат рога рота рога это спорогоны то есть это вообще другое растение смена поколений через эти рога идет размножение то есть рога у нас диплоидные слоевище у нас гоплоидный то есть гометофит ну значит характеристика гометофита дальше тонкие слоевище диаметром 1 3 сантиметра обычно как розетки или как ленты вот из них торчат спорогоны обычно где-то 2-3 сантиметра эти спорогоны сначала они зеленые потом чернеют растрескиваются вытягиваются до 10 сантиметров и сбрасывают споры слоевище она же и талом состоит из нескольких слоев одинаковых клеток в этом плане напоминает талом водоросли краям она обычно тоньше на нижней стороне этого талома развиваются резоиды то есть псевдо корни с гладкими стенками ну и имеется в таломе межклеточные полости подлинных устиц нет даже в антоцерротовых мхов то есть вот эти межклеточные полости выполняют роли устиц полости заполнены слизью и это предохраняет точку роста талома от высыхания в этих полостях могут поселяться еще сине-зеленые бактерии и они таким образом в симбиозе могут жить с антоцерротовыми в клетках антоцерротовых имеется пластинчатый хлоропласт или может быть несколько мелких хлоропластов с переноидами органы полового размножения непосредственно в ткани слоевища развиваются внутри разбросаны просто по этому слоевищу причем женские и мужские беспорядочно могут быть на одном и том же растении антиридии располагаются по одному или группами в антиридиальных камерах закрытых сверху одним или двумя слоями клеток из клеток ножки антиридии могут еще дополнительно антиридии развиваться антиридии оранжевого цвета у этого типа мхов архегонии возникают на спиной стороне слоевища не поднимаются на ткани слоевища развиваются внутри него спорофит образуется с оплодотворенной яйцеклетки то есть вода течет по мху и из антиридии в архегонии переходит сперматозоиды подвижные дальше значит образуется спорофит из оплодотворенной яйцеклетки спорофит достаточно высоко развит вот как антоцерротовых реализуются тем что все-таки кометофит хоть и основное растение но у них не организован напоминает просто вот водоросль фактически просто розетку спорофит имеет определенную структуру состоит из цилиндрической растрескивающиеся коробочки стопы и меристематического слоя между ними он от отилуса имеется также ножка в этой коробочке часть зародыша из которого спорогон происходит делится на наружный слой амфитеции и внутренней эндотеции материнские клетки спор возникают из внутренней части этого амфитеция поэтому споровый слой образует как бы куполообразный свод над эндотециям развивается колонка типичная для мха вообще то есть у всех мхов вот эта самая колонка ну колонка вот на рисунке цифра 4 это вот колонка спорогона в колонке спорогона есть споры и элотеры элотеры это вот эти вот нити которые поддерживают вот bb это элотеры шарики это естественно споры молодой спорогон как правило зеленый у этих антоциротовых то есть он способен также к самостоятельному питанию причем экспериментально доказали спорогон убирали он может как самостоятельное растение питаться хотя конечно всегда растет на гометофите нормальных условиях и причем если в вегетативных клетках гометофита 1 хлоропласт у спорогона 2 хлоропласт спорогон когда развивается до 13 сантиметров может торчать из этой водоросли из столом а ножка у него отсутствует клуб клубнеобразная стопа погружена в слоевище гометофита ну и основание как бы вот оборачивает то есть гометофит его держит создает там специальную обертку этого спорогона спорогон имеет обычного устица примитивные с двумя замыкающими клетками ну и некоторые формы спорогонов устиц не имеют гометофит устиц не имеет у антоцирротовых центральная часть коробочки спорогона состоит из колонки между колонкой и стенкой эти самые нити элотеры и в общем колонка считается что она поддерживает споры и одновременно проводит к ним воду и питательные вещества элотеры могут быть одноклеточные многоклеточные могут быть там ветвистыми пока споры не образовались молодые элотеры они живые и образуют тонкостенные трубки с цитоплазмой содержат масло крахмал питают эти самые споры ну и постепенно элотеры они вообще говоря отмирают живыми остается только споры в зрелом возрасте элотеры проводят воду служит для разрыхления споры и разбрасывают их из коробочки еще к тому же споры у антоцирротовых соединенных тетрады то есть по 4 идут созревают как правило осенью как правило они однолетние те антоцерос с точки зрения их экология распространены повсеместно в неблагоприятных условиях они склонны к вегетативному размножению но допустим осенью они обычно половым способом через споры размножаются зимой там или летом когда засуха они вегетативно размножаются то есть кусочками просто гометофита образуют клубеньки на нижней стороне слоевища из которых уже могут вырастать новые растения в этих клубеньках они запасают питательные вещества и развивается новый гометофит непосредственно из гометофита без размножения полового некоторые многолетние антоцирротовые также зимуют именно с помощью подземных частей слоевища которые они превращают клубеньки запасают питательные вещества и так вот зимой они переносят зиму в этом клубеньки потом снова прорастают это частности антоцерос вильчатый и антоцерос гималайский но обычно все таки антоцерротовые однолетние и слоевище разрушаются то есть вот слоевище порождает вот эти вот спорогоны потом они рассеивают споры а потом все это вместе гибнет ну и вообще говоря поскольку они довольно примитивные у них быстро это слоевище разрушается антоцерротовые только в определенных нишах обычно более развитые мхи их отовсюду вытесняют обычно они пионеры антоцерротовые то есть вот когда допустим сгорел покров вот этот мушистый сгорел чистое пространство и тогда первыми появляются эти антоцерротовые то есть на залежах на краях пашин вот когда человек перепахал мха нет вот первый мох который появится это этот антоцеррот вдоль берегов рек заселение обнаженной влажной почвы и так далее ну в тропиках антоцерротовые они обычно на карна коре гниющих стволов деревьев на ветках на листьях вот к такой неделю большая пола тропическое не там большие вот там тоже могут антоцерроты населиться пионер называется с экологической точки зрения с точки зрения систематики делятся обычно на два семейства антоцерротовые и нототиласовые вот нототилас считается отдельный такой род специфическим у него устройство специально из парагона но выше там были картинки которые показывали чем натотилас отличается какой у нас парагон и так далее ну и дальше антоцерротовые уже семейство входит рот антоцерроз дендроцерроз микоцерроз в россии только рот антоцерроз наиболее известен из всего этого это антоцерроз гладкий собственно его картинки тут и присутствует антоцерроз гладкий и он имеется в тропиках и в умеренных широтах в украине в россии на южной части и даже доходит до норвегии ну вот остальные менее известны в общем если брать типичный вид то это именно антоцерроз гладкий